Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч и я вы ведущая Ирина. И сегодня на моей израильской кухне мы приготовим очень вкусную картошку фри. Такая картошка готовится без фритюрницы, без большого количества масла, а значит еще и в полезном варианте. И такую картошку каждый у себя может приготовить дома. Эту картошку не нужно дополнять ни мясом, ни соусом. Она получается сама по себе очень вкусная. Внутри мягенькая, а снаружи хрустящая корочка. Ну как, заинтриговала? Сленки у вас побежали? Я всем желаю приятного просмотра. Не жалейте своих лайков. Ваши лайки помогают продвижению моего канала и мотивируют меня на создание новых вкусных рецептов для вас. Итак, поехали. Нам понадобится конечно же сама картошка. У меня картошка, которая подходит для жарки, розовая. Здесь 6 штучек плюс-минус килограмм. 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Можно заменить на картофельный. Если нет ни того ни другого, возьмите просто муку. Столовая ложка копченой паприки. Она дает не только невероятный вкус, а еще и красивый цвет. Половину столовой ложки возьмем соли и по половине столовой ложки я возьму сухого чеснока и также сюда хорошо подходит кориандр. Тоже возьмем половину столовой ложки и совсем-совсем чуть-чуть растительного масла. 40-50 миллилитров будет достаточно. Итак, давайте же скорее готовить. Картошку очистим и нарежем средним брусочком. Примерно пол сантиметра на пол сантиметра. От того, какой брусочек вы нарежете, а это от этого зависит и время приготовления. Чем тоньше, тем быстрее картошечка приготовится у вас. Перекладываем в удобную миску и промоем проточной холодной водой. Нам нужно вымыть весь крахмал, который у нас образовался при нарезании картофеля, чтобы картошечка у нас не слипалась. Откидываем на сито и перекладываем на два слоя бумажных полотенец. Нам нужно максимально просушить картошечку, чтобы она была сухая. Выкладываем и сверху тоже промокнем. Просушенный картофель перекладываем в удобную глубокую миску. Миску возьмите побольше, чтобы удобно было ее перемешивать, чтобы каждый кусочек у нас был в специях, в соли. Сейчас этим и займемся. Добавляем соль, кориандр, сухой чеснок, паприку, крахмал сюда же высыпаем и перемешаем. А крахмал мы с вами добавили для того, чтобы картошечка была хрустящей корочкой. Мокрый крахмал мы вымыли, а сухим мы посыпали и размешали. Сюда же добавляем растительное масло. Совсем-совсем чуть-чуть. И теперь вымешаем прямо руками. Противень выстилаем пергаментной бумагой. Духовку разогреваем на 200 градусов. Картошку высыпаем на пергамент, на сухой. И равномерно распределяем по всей площади противня. Чтобы картошечка у нас равномерно пропеклась. Картошку мы выложили в один слой. Это важно для того, чтобы она равномерно проготовилась у нас. И я вас предупреждаю, обязательно готовьте сразу вторую порцию, потому что одной будет мало. Знаю по себе. Итак, отправляем картошку на 20 минут запекаться при температуре 200 градусов. За 20 минут картошечка у меня прекрасно проготовилась. Вы посмотрите на эту красоту. Сейчас попробуем. Мягенькая, полностью готова. Хрустящая корочка. Очень горячая. Вы посмотрите, какая красавица. Попробуйте приготовить хотя бы раз. И вы больше никогда не захотите покупать в KFC или в Макдональдсе. Очень вкусная, ароматная картошка. Давайте же скорее пробовать. Друзья, это что-то. Вкус просто волшебный. Чесночная нотка, копченая паприка, румяная хрустящая корочка. Очень мягенькая внутри. Но просто тающая во рту. Всем советую приготовить. А ваши дети точно по достоинству оценят это блюдо. И будут вас просить приготовить еще и еще. Обязательно поделитесь этим рецептом с друзьями. Ставьте лайки. В свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую. И прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!